Железнодорожные перевозки, белорусский авторынок и блэк-лист. С октября у нацперевозчика появится свой собственный черный список пассажиров, кому откажут в продаже билетов. Фейерверк эмоций. В Киселевичах открылся современный детский сад. Каждая группа по-своему очень красива. В чем особенность дошкольного учреждения? Нет мира без созидания. Подведены итоги социально-экономического развития за 2023. Сохранить темпы, сохранить коллектив, ну и промножить достижения. Кто в лидерах? Сделано в Бобруйске. Город на Березине посетили гости из России. Надеемся на дальнейшее благотворное сотрудничество с друзьями из Белоруссии. За что иностранцы любят местные известные? Продовольственный кризис, проливные дожди и яблоко раздора. Майкрософт отобрала у Apple звание самой дорогой компании мира. Почем акции? Президент провел совещание с руководителями вузов со всей страны. Беларусь сохранила научные школы и советские компетенции. Приумножила их, поэтому наследство будущим поколениям должна перейти работающая и качественная система образования. Есть проблемы, которые нуждаются в шлифовке, грамотном и взвешенном решении, подчеркнул Александр Лукашенко. Однако учиться в вузах должны мотивированные студенты, готовые стать профессионалами, развивать науку и экономику своей страны. Неудовлетворительная идеологическая воспитательная работа с молодежью. Махровейший бюрократизм. Все для отцепки и молодежной организации, и профсоюзы, и студенческие советы и прочее. У меня много вопросов ко всем. К вузам, Министерству образования, правительству, администрации президента, нашей молодежной организации. Прекратите этот формализм. Никому ничего для галочки не нужно. Президент поручил до сентября решить все выявленные в системе образования проблемы. Для этого будет создана рабочая группа. Особое внимание уделят содержанию и качеству программ обучения. Итоги подведут в конце августа на Республиканском педсовете. Долгожданное событие. В Бавруйске открыли 86-й детский сад. Современное трехэтажное здание рассчитано на 230 ребят. Музыкальные, гимнастические, спортивные залы и бассейн – далеко не все удобства, созданные для воспитанников. Об уникальности подарка Елизавета Липеева. Настоящий праздник для жителей микрорайона Киселевичи. В торжественной обстановке открывается 86-й детский сад. Почетных гостей встречают улыбки маленьких бобруйчан. Администрация города и области вручает заведующие сертификаты на спортивное оборудование и укрепление материально-технической базы. И, конечно, ключ от чудесного мира детства. Наступает радостный момент – перерезание красной ленты. В садике с комфортом располагаются 12 групп. Для 230 ребят учреждение станет местом веселых игр и увлекательных занятий. И для развития и обучения созданы все условия. В восторге не только воспитанники, но и их родители. Садик очень понравился. Все современно, уютно, честно. Очень красиво. Мне понравилось очень оформление дизайн-стен. То есть каждая группа по-своему очень красиво оформлена. А кормят в садике вкусно? Да. А чем кормят? Касой, супом, котлетами. Что тебе больше всего нравится в садике? Мне боятся тут все. В садике. Воспитатели хорошие? Да. Вся детская мебель учреждения образования – это подарок и изготовление Бобрусского завода «Фандок». Мебель красочная, удобная, детям очень нравится. А также «Фандок» подарила оснащение для игровых площадок на территории. Особое внимание спорту. На радость малышам красочный бассейн и два зала – физкультурный, гимнастический. Для занятий есть все необходимое – качественное оборудование, многообразие инвентаря и коллектив профессиональных воспитателей. Детки занимаются ежедневно, и занятия проводятся в каждой возрастной группе. Мы подбираем под каждого ребенка насыщенное занятие, проводим различные мероприятия. По нотам таланта в просторном музыкальном зале будущим артистам есть где дать волю творчеству. Ребята уже учат песни и устраивают мини-концерты для гостей. Первый в городе уникальный компьютерный кабинет станет для ребят отличным спутником в мир знаний. Пять моноблоков, интерактивный стол и десятки игр для развития логики уже приковывают внимание любознательных малышей. Это способствует более качественному усвоению программы дошкольного образования, повышает их мотивацию, вызывает интерес выполнять задания. Еще одна новинка для города – Центр народных ремесел – проводник в историю творчества и традиций наших предков. Здесь маленьких бобруйчан будут знакомить с культурой Беларуси, воспитывать любовь к родному краю и развивать творческие способности. Пощупать своими прекрасными детскими ручками те работы, которые выполнены с помощью своего ручного труда. Они смогут сделать свои собственные изделия. Ценный подарок в преддверии самого главного политического события года словно напоминание – единый день голосования, возможность и дальше выбирать комфорт для себя и своих детей. Благодаря таким презентам маленькие бобруйчане с детства привыкают к качественной жизни. А взрослые могут быть уверены, если государство дает обещание, то всегда обязательно его выполняет. Елизавета Липеева, Дмитрий Шевцов. Итоги недели. Белорусская селекция – целевое направление отечественный автопром. В январе реализация новых машин оказалась два с половиной раза выше, чем в начале 2023-го. С чем это связано? Громкие итоги недели дали в специальном обзоре. Беларусь и Россия договорились о скидках на железнодорожные перевозки до 40%. Работа в этом направлении велась уже продолжительное время. В дальнейшем установленные акции будут действовать по маршрутам Международного транспортного коридора «Север-Юг», а также по направлению порта в Санкт-Петербурге. 61 сорт сельхозкультур включили в реестр белорусской селекции по итогам испытаний 2023-го года. В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия заверяют, на то, чтобы высокопродуктивные виды увеличили свой ареал, необходимо от двух до трех лет. К слову, сейчас аграрии в самом начале. Они занимаются внесением органических удобрений. Белорусский авторынок начал год с увеличения продаж. В январе реализация новых машин оказалась в два с половиной раза выше, чем в начале 2023-го. В лидерах по спросу традиционно китайские авто, которые собирают в Синёкой. На их долю приходится 64% рынка. По прогнозам экспертов, рост объема продаж продолжится на фоне прихода брендов. Минобор озвучил предложение по закреплению выпускников вузов на рабочих местах и предложил повысить сумму возмещения молодым специалистам в случае отказа от распределения. Кроме того, могут увеличиться сроки отработки по некоторым специальностям, в том числе и для лиц, которые обучаются по целевым направлениям. С октября у нацперевозчика появится свой собственный черный список пассажиров. С того момента авиакомпания откажет в продаже билетов тем, кто в свое время успел похулиганить на борту. Дебоширов несут в реестр лиц и пришлют об этом письменное уведомление. Исключение из блэклиста возможно только после снятия правонарушения или судимости. До этого срока гражданин не сможет летать этими воздушными линиями. В Бобруське прошло собрание представителей трудовых коллектива по итогам социально-экономического развития за 2023. По традиции местом встречи стал Дворец искусств. В зале руководство предприятий и организаций, администрация города и области. К событию всегда подходят ответственно и грандиозно. Анализируют проделанную работу в экономике, строительстве, торговле, медицине, образовании, спорте и культуре. Здесь же ставят планы и на 2024. Нет сомнений в том, что бобручане действительно любят свой город, приумножают его славу. А для этого у нас есть все. Трудовые ресурсы, поддержка депутатского корпуса, финансирование. Результаты прошедшего 2023 года показывают, что большинство бобруйских предприятий приняли необходимые меры, и это позволило обеспечить стабильную работу реального сектора города. С опережением по многим направлениям среднеобластных параметров. В лидерах «Красный пищевик», «Регион продукт», «Автобусный парк номер 2», «Промторг», «Отель турист», «Шестая поликлиника», «БЦБ», «Детская школа искусств номер 2» имени Оловникова, «Краеведческий музей», «Дворец искусств», «Гимназия номер 3» имени митрополита Филарета Вахромеева и не только. Каждый своими результатами доказал, Бобруйск – это всегда качество, будь то образование, промышленность или медицина. «Красный пищевик» в первую очередь гордится своими традициями, своими продуктами и своим коллективом. Это самое ценное, что у нас есть. 23-й год для Бобруйского мясокомбината был очень продуктивным. Экспорт увеличили почти на 30%. У нас выросла заработная плата. Наш коллектив отлично сработал в 23-м году. Я очень благодарна ему. И этот праздник сегодня в том числе и для них. В 2023-й год предприятие отработало очень успешно. Из 10 доведенных показателей 9 выполнено. У людей повысилась зарплата на 17%. Увеличился товарооборот. Рентабельность составила 17,6%. Все, что заложено в бизнес-плане, было выполнено. В холле свои бренды традиционно презентовали городские предприятия. Свежая выпечка, натуральные колбасные изделия, ароматные десерты и фруктовые соки. Потенциал продемонстрировали и дети. Почетным гостям показали свои разработки в 3D-моделировании, робототехнике и программировании. Так каким запомнился Бобруйску-2023-й? И что объединяет понятие мир, созидание и качество? Давайте посмотрим. Нет мира без созидания и нет созидания без мира. Именно под таким девизом Синеокая провела 2023 год, значимость которого кажется, потом поймут наши дети. Белорусов пытались поставить на колени, удушить экономически. Но республика не просто выстроила, а всесторонне развивалась, двигаясь к своей цели. Для Бобруйска путь созидания – дорога длиною в жизни, по которой он идет день за днем. В 2023-м в городе проделана колоссальная работа. Открыто движение по новому Титовскому мосту, произведен демонтаж старого путепровода, обновлено свыше 300 тысяч квадратных метров асфальтобетонного покрытия. Уложено более 30 тысяч квадратов тротуарной плитки, созданы дополнительные велодорожки. По инициативе депутатов появились 10 современных спортивных и игровых площадок. Детский смех зазвучал во дворах Наурицкого, Парковой, Минской, Горелика, Крылова, Аджиникидзе, Ульяновской и по проспекту строителей. На Наумово в День независимости торжественно открыт участок дороги. Главная магистраль новой жилой застройки в микрорайоне Киселевича прибавила 900 метров. Две полосы в каждом направлении, островки безопасности, широкие тротуары, тактильная плитка и велосипедная дорожка. На Красноармейской 14 распахнулись двери нового дома семейного типа. Тепло и уют ощутили те малыши, которые уже отчаялись когда-либо произнести заветные «мама и папа». В микрорайоне молодежно тем временем запустили продленную троллейбусную линию. Общая протяженность 2 километра 400 метров. Здесь же открыт памятный знак и улица народного единства. Она связала три транспортные артерии – проспект Строителей, Днепровскую флотилию и бульвар Приберезинский. 2023 – это и год начала возведения долгожданного сада в микрорайоне Киселевичи, а также сноса старого хирургического корпуса больницы имени Марзона. Промышленные предприятия сделали ставку на инновационную продукцию и импортозамещение. И не прогадали. Компании активно работали над расширением зарубежных рынков сбыта. В Россию Бобруйск экспортировал 83% продукции. Увеличились объемы поставок в Казахстан, Азербайджан, Узбекистан. Продуктивно развивалось и сотрудничество с КНР. В Поднебесную экспорт вырос в 12 раз. Прогресс и во взаимодействии со странами Африки. Качество нашей продукции оценили в 50 государствах. Среди лидеров Белшина, ТАИ, Машиностроительный завод, Бобруйск-Сельмаш, Славянка, Комбинат хлебопродуктов и Кожевинный, Красный пищевик, Дымочай, Бобруйский бровар, Азис Групп. Заботой о людях. В 2023-м продолжилась модернизация системы здравоохранения. Больницы и поликлиники оснащены самыми современными компьютерами, рентген-кабинетами и аппаратами. Закуплено 7 карет скорой медицинской помощи, 7 легковушек и автомобиль специального назначения. Учащиеся гимназии номер 2 прославили Бобруйск на международных олимпиадах по химии. Учителем года Могилевщины стал Алексей Шунько, представитель первой гимназии. Победителем республиканского конкурса профессионального мастерства педагогических работников, учитель года Республики Беларусь 2023. В номинации физика, астрономия, математика, информатика признана Светлана Здоронкова, учитель 34-й школы. Звание почетных гражданин города Бобруйска присвоено Елене Винглинской, учителю химии гимназии номер 2 и Раисе Рублевской, директору Бобруйского промторга. За трудовую деятельность высокой награды от президента удостоена экс-начальник финансового управления Бобруйского госполкома Галина Ярош. Орден почета получил и Владимир Маркушевский, директор Пинцгдрев Бобруйск. Впереди планеты всей. С международных чемпионатов и первенств Европы наши спортсмены привезли целую россыпь наград свыше полусотни медалей. На вторых играх стран СНГ завоевано 16. Не обошлось без эксклюзива в искусстве. Международный пленэр Артжижель собрал 18 профессиональных художников-керамистов. Неизменный девиз – от традиций к современности через опыт мастерства. Но все же главное в ушедшем году – это люди. Любящие пары создавали семьи, женщины обретали счастье материнства. В последние годы в Бобруйске значительно увеличилось количество многодетных – 2446. Этому способствуют принятые меры господдержки. Хорошая подспорья – семейный капитал. Ключи от новеньких квартир в 2023-м получили 94 многодетных. Преумножить лучшее – 2024 год качества. Прекрасный стимул не останавливаться на достигнутом. Потрудиться больше, чем вчера, зная, что живем за надежной спиной тех, кто преданно служит Родине. Сделать мы можем еще больше. Ведь нет сильнее стимула к развитию, чем уверенность в завтрашнем дне. Ну а как страна будет развиваться дальше, граждане решат уже 25 февраля. Судьба с синей окой в руках избирателей. За последние годы белорусы, как никто другой, усвоили важную истину. Сделать жизнь лучше можем только мы сами. Бобруйск не только гордится своими результатами, но и также делится опытом с россиянами. Город на Березине в конце недели посетили делегации из Москвы и Тольятти. С одной стороны, это прекрасный повод стать частью праздника. С другой – отличная возможность обсудить перспективные направления сотрудничества. Одной из первых остановок стал ТДА. Гостям из Москвы продемонстрировали модели тракторов, рассказали обо всех тонкостях производства и порадовали сувенирами. Кроме того, делегации показали ассортимент фирменного магазина, который расположен при производстве. В очередной раз приехали в братский город Бобруйск для того, чтобы поделиться опытом, посмотреть, какую технику, какие товары производят предприятия города. Осмотрели всю линейку тракторов, которые производятся на этом предприятии. Поэтому мы очень надеемся на дальнейшее благотворное сотрудничество с друзьями из Белоруссии, потому что мы без вас никуда. Представители из Тольятти отправились в сердце Бобруйска – в Красный пищевик. Там гостям провели экскурсию по производству, рассказали о самом процессе и угостили вкуснейшим зефиром. Делегация высоко оценила не только качество продукции, но и то, как организована работа. Качественный, вкусный, полезный. Второй день пребывания российской делегации в нашем городе начался с визита одного из современнейших детских садов в микрорайоне Киселевичи. Он впечатлил гостей уже с порога. Мечта детей и родителей. Я как мама двоих маленьких детей прекрасно понимаю, насколько важно родителям, чтобы их дети росли в комфортных условиях. Я приятно поражена размером детского сада, насколько он большой, какая здесь насыщенность программ и мероприятий. Сколько здесь залов спортивные, музыкальные, развивающие. Следующим пунктом визита дружбы стал магазин «Мебель Пинцгдрев» – авторитетный бренд в стране. Гостей поразил огромный ассортимент ЛДСП мебели. Такой, что никогда не поверишь, что она белорусская. Настолько круто выглядит. В общем, заместить Икею как таковой цели у предприятия нет, но то, что по ассортименту оно гораздо шире, чем шведский игрок, однозначно. Гости отметили высокое качество и оригинальный дизайн. И прямо на месте проговаривали вопрос возможного механизма дальнейшего использования площадок на территории Восточного административного округа для презентации продукции бобруйских предприятий. Могли купить, соответственно, продукции действительно безумно хорошего качества, безумно широкие палитры и возможности для бюджета любого уровня семьи, возможности использования этой продукции есть. И я считаю, что это очень важно, это очень полезно для всем. Последним пунктом визита стало Бобруйское зазеркалье – предприятие «Алмаз Люкс». Гостям был представлен широчайший ассортимент продукции, зеркала разнообразных форм и размеров, назначению и виду отделки. С большим интересом ознакомились российские друзья и с технологическим процессом хрупкого бизнеса. Приятный момент визита, слова благодарности. Символично и то, что они звучали на аллеях городов-побратимов. Я желаю городу в целом, и мне очень хотелось бы дальнейшее развитие. Каждый раз приезжаю, и это развитие есть, и это прекрасно, честное слово. С большим удовольствием всегда приезжаю, поэтому душа всегда с Бобруйском. Мы уже знакомы со всеми предприятиями, которые, практически со всеми предприятиями, которые расположены на территории города. Мы знакомы с замечательными промышленниками города, с замечательными людьми творческой направленности. Поэтому Бобруйск, второй дом для нас, для жителей Восточного округа, мы всегда с удовольствием сюда приезжаем. Виталий Гаврусев, Юлия Вернер, Дмитрий Шевцов, Максим Калинин. Итоги недели. Стихийные бедствия, минимальные цены и магнитные бури. Солнце приближается к очередному пику 11-летнего цикла активности, что прогнозируют исследователи. Далее громкие заголовки мировых новостей. Продовольственный кризис на Ближнем Востоке стремительно набирает обороты. В ООН подчеркнули, гуманитарная ситуация все больше сказывается на жизни сотен тысяч людей. Местных жителей ждут неблагоприятные прогнозы. В ближайшее время число нуждающихся будет только увеличиваться, уверены в организации объединенных наций. Из-за проливных дождей правительство Перу объявило чрезвычайное положение в 96 округах 15 регионов страны. Решение будет действовать в течение 60 дней. Кроме того, вступил в силу закон, который позволяет упростить пожертвования продуктов и их транспортировку во время стихийных бедствий. Некоторые услуги, например, по оказанию медпомощи могут предоставляться бесплатно. В Индии начались фермерские протесты. Бунтующие требуют от правительства принять закон, который предоставит им гарантии на минимальные поддерживающие цены на будущий урожай. Кроме того, они просят выплатить пенсии и освободить хозяйство от долгов. Чтобы разогнать митингующих, власти решились на жесткие меры, применили слезоточивый газ. Солнце приближается к очередному пику 11-летнего цикла активности. Ранее исследователи прогнозировали солнечный максимум в 2025-м, но случится это уже в этом году. Всплеск активности нарастает примерно в полтора раза быстрее, чем ожидали ученые. Такая интенсивность влечет за собой увеличение числа магнитных бурь. В 2024-м их ожидается как минимум 50. Microsoft отобрала у Apple звание самой дорогой компании мира. В последний раз такой статус у корпорации был в 2021-м. Сейчас стоимость одной акции 420 с лишним долларов, а рыночная капитализация достигла отметки в более чем 3 триллиона. Такими уходящие 7 дней увидели корреспонденты «Бобруйск-360» и я, Юлия Евтушенко. Новая неделя, новые итоги. Увидимся! Музыка 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 Продолжение следует...